Ахайович, за то, что вы поверили в меня, как правильно Ахайович сказал, что Нина меня просто написала, можно я ваш рассказ покажу? Вот такой рисунчик. Да, замечательный рисунок по моему рассказу. Можно я покажу ваш рассказ нашему редактору? Я прям, можно сказать, подпрыгнула до потолка, потому что это была моя мечта. Моя была мечта напечататься в серьезном литературном журнале. И под конец этого года, эту мечту я мечтала года 2-3, наверное. Я написала в картах желаний где-то, ну то есть как мы к девочке привыкли, да? Нам же нужно было кнотик, чтобы все красиво было. То есть я все это записывала, но мечта не сбывалась. Я стучалась в одну дверь, мне не отказывалось. Стучалась в другую, мне не отказывалось. Я, наверное, ну может быть год я не стучалась вообще ни в какие двери, потому что, ну, если моя мечта, она сбудется. И мечта постучалась ко мне сама, в лице спермонины клиповой, потом Жаха Ахайовича. Я подпрыгнула, я, конечно, да пожалуйста, да ради бога, да я вам готов заплатить, только возьмите, только напечатайте. Потому что это был такой, ну, кайф, действительно кайф. Вот, и под Новый год, это моя мечта сбывается, я держу журнал, в котором есть моя фотография. Я сегодня подарила этот журнал маме на день мамы, но мы давно не виделись. И вот сегодня мама приехала, я его подписала, подарила на день мамы, потому что все-таки, ну, как бы, не было бы мамы, не было бы меня. Вот, и большое спасибо за то, что вы поверили в меня, за то, что вы увидели меня, за то, что, ну, как бы, разрешили проявиться, потому что, действительно, талантливых людей очень много. И когда, ну, как бы, вот, кто-то просто позволяет проявиться, это уже большой плюс для, особенно для начинающих.